Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня пришла новость из Олимпийского Пекина со знаком минус. Биатлонистка сборной России Валерия Воснецова вынуждена была переехать на изоляцию в карантинный отель в связи со сдачей двух положительных ПЦР-тестов на COVID-19. Сразу после этого Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России подали запрос в Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Воснецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону. Напомню, что в Пекине после первого теста спортсмена изолируют ну а после двух уже немедленно переводят в карантинный отель. Валерии очень хочется пожелать здоровья. Надеемся, что все в дальнейшем будет хорошо. Сама спортсменка разумеется расстроена и подтвердила, что не выступит на Олимпиаде. Самое интересное заключается в том, что вчера прошла официальная информация о том, что и Шашилов, и Воснецова, и Казакевич сдали отрицательные тесты на COVID-19 в Пекине. И вот теперь такая картина. Может быть мы что-либо не понимаем или нам не договаривают. В настоящий момент в вопросе замены Валерии Воснецовой на Евгению Буртасову возникли некоторые сложности. Сложность заключается в том, что Евгения не вела дневник здоровья, выдаваемый после Олимпийской аккредитации. В нем записывается самочувствие спортсмена по каждому дню. Со слов Евгении, она стала его вести совсем недавно. Почему не стоит вопрос о замене Воснецовой на Шевченко, которая числилась первой запасной, это вопрос, увы, не в моей компетенции. Большие люди из Союза биатлонистов России наверняка знают ответ на этот вопрос. Интересно мнение Дмитрия Губерниева по этому поводу. Он посетовал на то, что Валерия не смогла уехать с основной группой в Пекин. Он посчитал это фатальной ошибкой. С его слов не были минимизированы риски. Ждем чем закончится эта история, обо всех изменениях я сообщу в очередных видео. С уважением Ренат